Добрый вечер! На календаре воскресенье 31 мая на канале общественного телевидения НКР. Время русскоязычной программы Вестник. Сегодня в передаче. Видеоряд официальных событий. Репортаж о Верхней мечети города Шуши. Первый выпуск новой рубрики «Литературная страничка». Итак, подробности анонсированных и некоторых других материалов. 26 мая президент Республики Арцахара Икаруцинян провел расширенное рабочее совещание с участием членов старого правительства. Президент выразил членам исполнительной власти признательность за совместную работу, отметив, что опыт и знания всех их очень важны в дальнейшем процессе госстроительства. Арай Икаруцинян обратил внимание присутствовавших на изменения в структуре правительства, подчеркнув, что они не станут дополнительной нагрузкой для государственного бюджета страны. Президент Республики Арцахара Икаруцинян подписал ряд указов о кадровых назначениях. Самвел Бабаян назначен секретарем Совета Безопасности НКР. Карен Даниилян назначен руководителем аппарата президента. Артур Петросян – первым замруководителя аппарата президента. Араик Лазарян – начальником управления по делам правительства аппарата президента. Давид Бабаян – советником президента. Ваграм Пагастян назначен начальником главного информуправления замруководителя аппарата президента. Согласно указам президента, в состав нового правительства назначены государственный министр Григорий Мартиросян, министр труда, социальных и жилищных вопросов Самвел Аванесян, министр иностранных дел Масис Маилян, министр сельского хозяйства Ашот Бахшиян, министр образования, науки и культуры Лусинэ Караханян, министр по вопросам военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма Санвел Шахраманян с присвоением ему звания генерал-майора, министр территориального управления и развития Жирайр Мирзаян, министр градостроительства Арам Саркисян. Назначены также руководители других госорганов. Служба национальной безопасности Камуага Джаня с присвоением ему звания генерал-лейтенанта, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Карен Саркисян, полиция Ашот Акубджанян. Президентскими указами Эрик Арутюнян назначен главой Шушинского Артем Сарибикян Кашатакского района. 28 мая армянский народ отметил 102-ю годовщину создания Первой Армянской Республики. Руководители Армении и Арцаха, в том числе президент НКР Араик Арутюнян, посетили мемориальный комплекс Сардарапат. В поздравительном послании арцахского президента по случаю Дня Первой Армянской Республики, в частности, говорится, «Мы горды, что являемся потомками героических предков, одержавших славные победы в Сардарапате, Башапаране, Каракелисе, что в наших жилах течет их кровь, и что, воодушевившись их мужеством, мы одержали новые победы. Смысл всех наших побед – от Аварайра до Сардарапата и Шуши – в единстве и сплоченности, непоколебимости, в стремлении сделать все от нас зависящее, во имя свободы и независимости Родины, процветающего и счастливого будущего наших поколений». По случаю Дня Первой Армянской Республики спикер парламента НКР Артур Товмасян направил поздравительное послание главе парламента Армении Арарату Мирзаяну. 28 мая в Ереване прошла встреча президента НКР Араика Арутюняна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Собеседники обсудили широкий круг вопросов. Никол Пашинян подчеркнул, что Армения и Арцах являются общей территорией безопасности, выразив уверенность, что совместными усилиями будет возможно противостоять всем вызовам и вывести нашу общую Родину на стабильный путь развития. В тот же день президент НКР встретился в Ереване с вице-премьером Армении мэром Григоряном, обсудив шаги по повышению эффективности финансово-экономического сотрудничества в условиях коронавирусной пандемии. В своем пятничном лайве в Facebook президент Республики Арцах Араика Арутюнян коснулся очередного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он отметил, что хотя не хочет никого оскорблять, но не считает заявление Алиева о том, что в мире на первый план выдвигается фактор силы, достойным политического деятеля. То есть вы выбрали путь решения вопроса силой. Господин Алиев, мы готовы и хотел бы заверить вас в том, что исход для нас ясен. То, что у вас было в 1994 году, будет и сегодня. Никогда не смейте говорить с нами на языке силы, заявил арцахский президент. В пятницу президент Араик Арутюнян принял делегацию партии «Национальная повестка» во главе с лидером партии Ара Копяном. Делегацию партии «Национальная повестка» принял в тот же день спикер арцахского парламента Артур Товмасян. 25 мая спикер Национального собрания НКР Артур Товмасян провел рабочее совещание по вопросам организации законотворческой деятельности парламента седьмого созыва с участием вице-спикера Гадика Багунца, руководителей постоянных парламентских комиссий и фракций. На уходящей неделе спикер парламента Артур Товмасян провел большую серию встреч с парламентскими и внепарламентскими политическими силами. Артур Товмасян имел также встречи с омбудсменом НКР Артаком Бегларяном, председателями союзов родных погибших и без вести пропавших Артуром Арустамяном и Верой Григорян. Вы смотрите программу «Вестник». Наш следующий сюжет посвящен находящейся под охраной государства Верхней Персидской мечети XVIII-XIX веков города Шуши. Во дворе мечети различные таблички, повествующие об истории строения его реставрации в прошлом году. В другой части двора захоронения, в том числе, огороженные. Светлана Васильевна, мой первый вопрос касается истории мечети. Когда и кем она была построена? Согласно источникам, то есть Мирзы Джамала, она была построена в 1141 году Хиджири. И была она построена Ибрагим ханом. Впоследствии она была в 1301 году была реставрирована его дочерью Гуар Ага. Хиджири – это для наших зрителей, чтобы они поняли. Хиджири – мусульманский календарь. То есть в каком году была построена мечеть по нашему григорянскому календарю? По нашему летоисчислению она была построена в 1807, в 1808 году. Но в это время Ибрагим хана уже не было. Он был убит Лисановичем в 1806 году. Это не соответствует. То есть, а вы, как считаете, ваша версия, кто же построил мечеть? Я считаю, что она была переделана из армянской церкви в 1927-28 году, о чем свидетельствует эта надпись. 1301 год Хиджири. Прежде чем мы зайдем в мечеть, во внутреннее помещение, я хотел бы просто спросить, имеет эта мечеть какие-то свои особенности, отличия, или это типовая, типичная мечеть мусульманская? Это не типичная мечеть. Обычно мечети строятся из кирпича. Это сооружение было построено и перестроено местными мастерами и в местных традициях. Армянских? В местных армянских традициях. Я сейчас вам скажу, что здесь новодел, что здесь мусульманская. Значит, это армянский тез, который был до 15 века. После 15 века армянские мастера, они утратили навыки этого теза, и на смену пришел русский тез. Попекян Светлана Васильевна родилась в городе Сумгаити. В 1976 году окончила Азербайджанский инженерно-строительный институт по специальности архитектор. Работала в отделе исторических городов реставрационно-производственной мастерской Министерства культуры Азербайджана. В 1988 году переехала с матерью в город Гюмри. С 2010 года работает начальником службы по охране исторической среды Шушинского района. Моя ГИД, как стало ясно из ее ответа на первый вопрос, имеет отличающиеся от общепринятых научные версии и гипотезы касательно истории Шуши. Сейчас Светлана Васильевна, кстати, русская по отцу и армянка по материнской линии, работает над 500-страничной монографией с рабочим названием «Шуши – сакральная столица мира». Мечеть эта использовалась в качестве мечети по своему прямому предназначению? Она использовалась как раз-таки после 1927-1928 года, когда она была построена. Тогда уже армян не было. И естественно, что она была… Это азербайджанская мечеть, и никакая не персидская. А все-таки самая расхожая версия, что это персидская? Нет, это ошибочная версия. Директор музея истории Ашот Арутинян считает, что Панахан – это перс. А Лерник Аванесян, он кандидат исторических наук, Кавказовед, он считает, что это тюркская. Но Панахан, так как был на службе у персидского шаха, и естественно, он принял шиизм, но Панахан был курдом. Светлана Васильевна, если говорить о данном строении, как о мечети, из каких частей она состоит? Конструкция какова? Это трехнефтная базилика, которая имеет галерею Айван и два минарета. Размеры мечети 26х21,5 и высота ее 9 метров. Высота минарета от пола до конца 28 метров. В ней находятся 100 ступенек в каждом из минаретов. Светлана Васильевна, мы находимся в молитвенном зале за нашими спинами. Это молитвенная ниша, вы о ней сейчас как раз расскажете. Я хочу, чтобы вы вообще рассказали об этом зале. Это трехнефтный зал, который опирается на 8 колонн посередине и на 5 полуколонн по краям. Посередине находится молитвенная ниша Мехраб. Она направлена на Мекку. По краям расположены окна. Это типичные окна культового сооружения. И я считаю их родными окнами данного сооружения. С двух сторон вы видите антресоли, на которых располагались женщины. Они служили для молитвы женщин. В этом зале молились мужчины. Эти надписи на персидском языке были расшифрованы азербайджанским ученым Мишады Ханым Нейматовым еще в 1961 году. Эта надпись говорит о том, что Гобхар Ага имела в собственности дома, сады. И все это она подарила двум мечетям в городе Шурши. Светлана Васильевна, мечеть отреставрирована в прошлом году. Как вам реставрация? Потому что в Азербайджане критикуют, говорят, что от той мечети реставраторы ничего не оставили. Нет, это неправда. Это азербайджанцы ничего не оставили от якобы существовавшей предыдущей мечети, которую построила якобы Ибрагим Хан. Реставрация сделана грамотно. Были приглашены специалисты из Италии, из Милана, из Ирана, из Еревана. Реставрация произведена на высшем уровне. Мы называем эту мечеть Верхней. Сколько же всего мечетей в Шуши? Дело в том, что две мечети в Шуши по Эльтурану Овалову городские. И помимо этого еще были 17 квартальных мечетей. Но на данный момент три мечети имеют минорет. Остальные мечети, называемые квартальные, также были переделаны из армянских церквей или домов дворцового типа. А это здание Медресе при мечети, которая, по мнению Светланы Попекян, также является переделанным древним армянским строением. Это Медресе представляет здание гражданской архитектуры, типичный дом 19 века города Шуши. Было таких домов много, но в 1920 году они были сожжены. И это здание, оно подсобное помещение и служило якобы для Медресе. Светлана Васильевна, и последний вопрос. Какой вам видится судьба этой мечети? Она будет все время памятником историческим или как-то использовать ее можно? Мне известно от иранцев, что они хотят организовать здесь склады для оптовой торговли товаров из Ирана. И естественно, что когда будут существовать эти склады, то здесь будут и иранцы. И естественно, тогда они рассчитывают, что мечеть эта будет функционировать. В эфире программа «Вестник». В Арцахе немало русскоязычных, которые пишут стихи кто для себя, кто для публики. В программе «Вестник» поэтому время от времени будет новая рубрика. Литературная страничка. Владислав Юрьевич Авакян родился в городе Баку. Окончил Ереванский госуниверситет по специальности социолог. Окончил Степанакерскую музыкальную школу по классу фортепиано. Работал в букмекерской компании «Вивара» в Ереване, а затем в российских городах Москва и Зеленограде. Менеджером в магазине и помощником прораба. С сентября 2019 года работает спортивным инструктором в Степанакерском реабилитационном центре имени Керолайн Кокс. Сочиняет стихи и музыку. Владислав, я хочу представить вас, нашим зрителям, в двух ипостасях. Начнем с главной. Вы работаете в Степанакерском реабилитационном центре имени Керолайн Кокс в качестве спортинструктора. Как вам ваша работа? Моя работа мне очень нравится. Нравится помогать, видеть результат самое главное. Ну и дети тоже довольны. Меня здесь зовут Анкер Влад. Плюс я здесь, мне революционный центр Керолайн Кокс тоже помог. В 2006 году я тоже здесь лежал. Они молодцы, поддержали меня, помогли. С 2019 года, с сентября, я работаю здесь. Вартан Николаевич, директор, позвал меня на работу. Мы приятно сотрудничаем, все довольны. Здесь очень профессиональный коллектив, дружный. Случайно в Ютубе я наткнулся на ваши стихи и хотелось бы поговорить об этой стороне вашей жизни, вашего творчества. Пишите стихи давно? Сколько написали, печатались? Я пишу с 13 лет и стихи, и музыку на фортепиано. Стихи разные. Даже было так, что я в школе писал стихи на заказ, зарабатывал деньги. Могу даже прочесть один стих. Мы с удовольствием послушаем. Называется «Оставь ее». Один парень пришел, говорит, дома все против, может, ты что-нибудь напишешь, а ты что-то изменят. Ну, я написал. «Оставь ее», твердили все. «Зачем тебе такая? Она никто, ничто тебе. Она тебе чужая. Оставь ее, а то сгоришь. Сгоришь весь без остатка. Зачем обнял ее? Молчишь. Тебе с ней будет гадко. Ее люблю, она мой крест, и мне его нести. В ней мой предел, мой эверест. Вас попрошу уйти». Ну и в конце, Владислав, хотелось бы, чтобы вы просто сказали, печатались, намерены печатать свои стихи и напоследок прочитали одно из любимых своих стихотворений. Да, в моих планах есть печататься в ближайшем будущем, но в точном времени не знаю конкретно. Но еще одно из моих любимых стихотворений называется «Воспоминания». Все хорошо, моя родная, не бойся больше ничего. Ты для меня была чужая, но это было так давно. Ты помнишь, как с тобой гуляли по вечерам у берегов? Тогда и сами мы не знали, что это первая любовь. Ты знаешь, милая, я вспомнил, как в ресторанчике одном тебе сюрпризы приготовил, тогда пошли со мной в мой дом. Мои родные были рады, а ты не знала, что сказать. Не для меня цени награды, быть с тобой рядом, обнимать. Ну все, ложись и успокойся, уже так поздно, пора спать. Я вновь тебе хочу признаться, ты моя муза, моя страсть. В ютубе Владислав выложил и музыку собственного сочинения в авторском исполнении. Научи меня любить, научи меня парить, научи, как это жить, уважать, беречь, ценить. Научи, чтобы никогда не пришла ко мне беда. Покажи, где красота, нежность, шалость, простота. Научи не замечать, научи, как избежать. Можно ли нам убежать, когда больно? Научи. Научи меня кричать, когда больно. Научи. Помоги себя понять, если надо, обними. Научи, чтобы никогда не устал я от тебя. Научи смеяться вновь. Покажи, что есть любовь. Завершить сегодняшний выпуск программы Вестник хочу выложенной в соцсети Facebook фотографией Армена Айропетяна, чемпиона мира по ММА, снявшегося на фоне установленного им же символического логотипа «Я люблю Степана Керт» у подножия памятника «Мы наши горы». Мой маленький подарок моему любимому Степанакерту, так озаглавил свой пост Армен Айропетян. А я, дорогие зрители, прощаюсь с вами до следующего воскресенья 7 июня. До свидания.